Я являюсь консультантом по технологиям в компании SAP S&G. Сегодня хотел бы рассказать вам о новом продукте, сравнительно новом, который SAP представил как облачный сервис под названием SAP Intelligent RPA или SAP Intelligent Robotic Process Automation. Мне повезло познакомиться с этим продуктом лично и хотел бы сегодня как раз рассказать об его функциональности, своих впечатлениях. И тоже хотел бы сразу сказать, что продукт этот изменил несколько мое представление о подходах к интеграции и расскажу, наверное, почему. Сегодня в презентации я как раз расскажу коротко о том, что такое RPA, об архитектуре решения и об возможностях интеграции и оркестрации ботов. Наверное, и покажу демо. Как раз-таки на интеграции и оркестрации ботов будет сделан, наверное, основной акцент, так как у нас конференция про интеграцию и про технические аспекты интеграции. Думаю, что это будет, наверное, интереснее всем. Что же такое RPA? Это Robotic Process Automation, как я сказал, или роботизация процессов. То есть это технология, которая предназначена для автоматизации процессов, которые укладываются в четкие описываемые алгоритмы. Ключевой особенностью RPA является возможность роботизировать те процессы, которые иначе автоматизировать было бы невозможно или неоправданно сложно, долго и дорого. И там, где отсутствует возможность подключиться по RPA и другие классические способы криптовой интеграции недоступны, есть возможность применять данный класс решений. Программный робот может использовать UI, графический интерфейс пользователя, как бы и смотреть на экраны, имитировать действия человека. И как взаимодействовать с какими-то элементами на экране, вводить поля, получать данные из каких-то полей или форм, нажимать кнопки, переходить между экранами, или работать даже с несколькими, на нескольких страницах или приложениях. Данный класс систем, он актуален для устаревших решений, которые компании уже исторически используют по нескольку десятков лет. И там, где разработка API, она там невозможна. Ну, также, как бы, кроме взаимодействия через пользовательский интерфейс, мы можем, как бы, продукты RPA предполагают интеграцию с сервисами машинного обучения и искусственного интеллекта, ну, например, какие-то системы с распознаванием голоса, машинное зрение, какие-то conversational chat-боты, которые могут имитировать общение. И, то есть, вот этот класс решений RPA подразумевает использование таких технологий. В принципе, данный рынок, он, как бы, является сейчас быстрорастущим и представлено на глобально много достаточно ERP-решений. И, как бы, судя по рынку разработчиков, консультантов, которые, как бы, в RPA уже активно применяются в больших и не очень компаниях, и, в принципе, это, как бы, класс систем пользуется, как бы, спросом. И, как бы, SAP воспользует, как бы, понимает все перспективы данного рынка и предлагает, как бы, свое решение под названием Intelligent RPA. То есть, данное решение, как бы, позиционируется, как облачный сервис для роботизации процессов и является, как бы, компонентом архитектуры Intelligent Enterprise. Ну, Intelligent Enterprise, это считается, как бы, следующим шагом после цифровой трансформации, которую мы сейчас, вроде бы, как все проходим. И подразумевает под себя, как раз, максимальную автоматизацию процессов с использованием, как раз, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Исторически продукт Intelligent RPA, он ранее был известен как контекстер. Это французский вендор, который тоже уже, по-моему, с начала 2000-х годов разрабатывал данный продукт. И в 2018 году, как бы, как раз, SAP приобрел данный, данного разработчика и развил данное решение, интегрировал его в собственную облачную инфраструктуру. Ну, на диаграмме, как бы, видно, что SAP RPA, ну, это представляет из себя несколько компонентов. О, как бы, архитектуре мы, как раз, поговорим подробнее о каждом из них. Но, конструктуально, как бы, RPA есть смысл считать не только чисто облачным сервисом. Он является, как бы, двухкомпонентным сервисом. Это, как бы, есть on-premise компоненты, под это Desktop Studio и непосредственно агент, который выполняется на машине. И Cloud Factory, то есть это как раз оркестрация и мониторинг управления этих ботов. То есть как раз та часть, которая находится уже непосредственно на Cloud Platform. Давайте теперь подробнее поговорим о каждом из этих компонентов. On-premise компонента. То есть основная разработка проекта ведется в Desktop Studio. Я, как бы, сейчас покажу у каждой из них, как это выглядит. Вот, как раз Desktop Studio является это IDE-разработка, в котором, собственно, ведет построение... Давайте я, наверное, сейчас тогда сразу и буду показывать. Так, скрин. Сейчас что-то... Так, у меня... Так, так, так. Что-то у меня подвисло. Секундочку. Так, вот сейчас видно. Да, наверное, видно. Видно Studio, все нормально. Да, видно Studio, да. Это Desktop Studio. То есть это как раз-таки среда для разработки проекта. Она устанавливается локально уже на компьютер, на систему разработчика. Вот. И представляет себе вот такой вот UI. Ну, он написан на .NET, судя по всему, потому что требует при инсталляции сама компонент .NET. Вот. И, как бы, состоит из, наверное, трех основных ракурсов. Вообще, сам процесс разработки робота, он состоит из трех этапов. То есть, первое, это непосредственно захват некоторой страницы. Но какие страницы и по каким технологиям это происходит, я еще расскажу дополнительно. Сейчас это будет просто как бы бегало. Создание какого-то аппликейшена. Создание, захват страницы в этом аппликейшене. И затем, непосредственно, уже разметка данной страницы по каким-то ее элементам, так называемым айтемам. То есть, как бы, есть три основных сущности. Это аппликейшен, страница, пейдж и айтем. То есть, какой-то элемент. Затем, вторым этапом является это построение уже непосредственно самого воркфлоу бота. То есть, последовательности шагов, которые бот должен выполнять и принимать какие-то, в зависимости от того, что он видит, какие-то дальнейшие решения по цепочке шагов. Вот в VDE это можно все делать графическими средствами. То есть, есть специальные ракурсы, где видны всякие страницы. Их можно вытаскивать. Есть список активити технических, которые можно также, как шаги, использовать. Но я о них тоже подробнее расскажу, о каких-то функциональных возможностях. И третий этап, после того, как уже составлен воркфлоу, выполняется генерация кода. То есть, графическое представление, если мы здесь можем набросать разных активити с элементами и страницами, потом выполняется автогенерация JavaScript кода, который уже потом виден в отдельном скрипте. То есть, в принципе, последовательность всех шагов и то, что генерирует непосредственно студия, это можно посмотреть здесь и уже непосредственно здесь вносить какие-то свои дополнительные изменения. Потому что сама разработка в workflow-ракурсе, удобство ее плюс, что это визуальные какие-то компоненты, минус в том, что некоторые функции применить какие-то библиотеки стандартные или сделать более сложную логику обработки, здесь не так удобно и в некоторых местах это избыточно, потому что это может повлечь за собой генерацию дополнительных ненужных шагов. Поэтому, несмотря на возможность графического какого-то low-code разработки, про сам непосредственно скрипт забывать нельзя и опыт показывает, что все-таки это является основным местом, то, где этот данный код реализуется. И третий, наверное, ракурс. Есть возможность в самом Деступ Студии разрабатывать дополнительные UI-элементы, которые робот может взаимодействовать с пользователем, показывать какие-то данные, запрашивать какие-то данные и в своем примере я тоже покажу, как это сделано. Наши боты будут взаимодействовать с нами как раз через вот эти вот поп-ап-формы. Кратко о Деступ Студии. Здесь, наверное, все. В данном уровне скрипта можно переходить в режим дебага, ставить какие-то точки прерывания и потом уже проваливаться и как-то отлаживать программу на непосредственных точках. Но Деступ Студия не является сама по себе рантаймом. Это просто способ генерации скрипта. Сам рантайм выполняется в таком компоненте, как агент. То есть это тоже как бы он премизный, то есть локальный компонент, который инсталируется на какую-то машину и который уже выполняет непосредственно исполнение скрипта. При запуске он представляет себя просто какой-то фоновый сервис задания, который запускается. Вот это какое-то вот такое вот окно, которое показывает текущий статус, какой-то список ассоциированных проектов, которые придут из Factory, и какие-то дополнительные настройки, ну, например, просто ссылка для указания тенанта, то есть того облачного компонента, который занимается оркестрацией и мониторингом исполнения сценариев в агенте. Также, как бы, наверное, их связь на уровне разработки между Desktop Studio и агентом – это дебаг. То есть, в принципе, это, наверное, основной режим разработчика, в котором мы находимся. И, например, если запустить сам проект, мы вот попадаем в такое вот окошечко, которое нам показывает текущий статус исполнения и где можно отлаживаться, то есть видеть, что сейчас делает бот, какие он распознает страницы и какие действия выполняет, ошибки и так далее. То есть это вот такое отдельное дебаг-окно, в котором можно будет наблюдать страницы, сценарии и так далее. Так, мы давайте пока здесь с показом именно данного компонента прервемся. Есть еще третий компонент под названием Cloud Factory. Ну, не один компонент, то есть группа компонентов, которые находятся в облаке. Это Factory, то есть это непосредственно сам облачный сервис, который располагается на Cloud Platform и то место, где, собственно, выполняется конфигурация среды выполнения бота, то есть куда он должен прийти, когда он должен прийти, какой триггер для выполнения его является. И средства мониторинга, которые видно как раз статус выполнения задания, какие-то контекстные данные и так далее. Третье, еще есть в Cloud Component Studio, то есть это уже непосредственный клаудный workflow-движок для того, чтобы генерировать проект для оркестрации ботов. То есть если у нас, например, нам нужно выполнить какую-то последовательность выполнения роботов, и как раз вот в том workflow-движке это можно сделать, я подробнее об этом покажу. Также там можно привязать юзер-таски, ну, по аналогии, например, как это сделано в BPM, он премизан на Twiverr, для того, чтобы какие-то данные, например, получать или оповещать пользователю. И третий компонент, как бы это магазин уже разработанных ботов, но мы, наверное, на нем не будем внимания заострять, тут все более-менее понятно. То есть это какие-то разработки, которые для широко используемых сайтов или сервисов, или программ, которые можно продать и применить многоразово. На данной диаграмме еще вот можно посмотреть общий как бы функциональный скоуп и каждого компонента. Ну, это тоже как раз мы об этом уже и рассказал. Единственное, здесь хотелось бы упомянуть о том, что вот support от OS, потому что текущая операционная система, которая поддерживается для вообще функционирования всей компонентов IRPA, ну, агента и студии, это является Windows-платформа. То есть это либо серверная Windows 2012-2016, либо Windows 8-10 десктопная. То есть никаких macOS или Linux или других платформ пока не предполагается. Ну, и я сейчас расскажу, почему. То есть это будет понятно. Так, сейчас хотел бы рассказать о том, какие вообще технологии мы можем использовать, какие приложения мы можем захватывать для того, чтобы автоматизировать, чтобы создать робота. Ну, кроме веб-страниц, это может быть также так называемый UI-автомейшн, то есть элементы управления форм и экраны Windows. Ну, то есть, например, любое окно Explorer, файл Explorer, или, например, какие-то элементы хрома, когда мы открываем или закрываем, загружаем файлы, какие-то меню и так далее. Ну, в контексте SAP, наверное, также интересны еще два других коннектора. Это SAP GUI коннектор и SAP UI5 коннектор. Ну, с SAP GUI более-менее все понятно, то есть, как бы раньше уже была возможность для автоматизации экранов через SAP Scripting, вот, и теперь данную возможность добавили еще для вызова из IRPA бота. SAP GUI5 является, как бы, расширением веб-коннектора для того, чтобы можно было захватывать и использовать элементы страниц Fiori. Ну, кто знаком с SAP GUI5, представляет себе, наверное, что это, как бы, живоскриптовое расширение, достаточно тяжеловесное, с большим набором контролов и ивентов, и методов, и свойств, которыми нужно уметь взаимодействовать для того, чтобы, как бы, эмулировать человека. И, как раз для этого требуются также дополнительные функции в роботе. И, как бы, вот они есть и позволяют что-то, либо из коробки автоматизировать сразу, например, вызов какой-нибудь там особенного поля для ввода каких-то данных, там, каруселей, там, или чего-то такого, либо, как бы, с помощью дополнительной разработки в скрипте, ну, вызвать эти методы, описание которых можно найти на документации к SAP GUI5. В принципе, будет это работать. Вот, но по своему проектному опыту, как раз у меня было, наверное, сейчас основное это работа с SAP GUI5 интерфейсами. Вот, и прям каких-то больших и тяжелых затруднений, как бы, не было встречено, вот, но, как бы, при условии, что есть какие-то понимания, как работает JavaScript и, в частности, SAP GUI5 в части вызовов, как бы, его методов, там, свойств и так далее. Следующий еще коннектор, который, наверное, нам был бы интересен, это Java Connector для захвата SWING и AVT приложений. Вот, но есть ограничения, что он выполняется только для 32-битных JRE и только для процессов Java EE и Java V. Я, как бы, могу признаться, что первой идеей создания бота была, это пройтись по ESR. Но, к сожалению, мне не удалось это сделать, ну, ввиду того, что, как бы, сам ESR-компонент, он, консоль у нас запускается, и как и веб-старт-приложение из процесса GP2-лаунчер XE, который, судя по всему, не поддерживается в текущем, как бы, в коннекторе Java, но, как бы, мы сейчас над этим разбираемся с командой поддержки. Вот, возможно, что-то я просто не так делал, и, возможно, получится с этим разобраться в будущем. И следующий компонент, наверное, HLLAP. Не знаю, кому придется еще с ним воспользоваться, вот, но, как бы, такие мейнфреймы, как AS400, там, AS200 и так далее, они еще существуют, особенно в каких-то западных больших компаниях, которые до сих пор на них работают, слезть с которых тяжело, особенно где-нибудь, там, в какой-нибудь банковской среде или страховой, или государственных системах. И, то есть, возможно, когда-нибудь получится эмулировать взаимодействие с терминалом. И третий, последний, наверное, компания Connector, которым хотелось бы сказать, это OCR, то есть это машинное зрение, это уже непосредственно распознавание картинки по ее элементам и, например, в приложениях Flash, которые запускаются там в браузере, или, например, в RDP или Citrix на экранах, когда агент нельзя установить непосредственно в самой виртуальной машине, то есть он, как бы, будет взаимодействовать просто как с картинкой. Но в наших примерах, которые я покажу, то есть, понятно, что все их достаточно тяжело показать ввиду отсутствия достаточного времени, вот это будет взаимодействие, наверное, веб-коннектор, использован со всеми вам знакомыми страницами. Да, что касаемо среды исполнения, то есть, как я говорил, основной фреймворк и рантайм, он выполняется в агенте. Агент — это Windows-предложение, которое в своем основе работает с Windows Script Host. Это сервис, который исполняет внутри себя Windows-реализацию, Microsoft-реализацию JavaScript с названием J-Script. То есть то, что вы запускаете, например, в E11 браузере и так далее, вот все это работает с J-Script. Но здесь нужно оговориться, что как бы сейчас в Windows 10 есть две реализации JavaScript-движка. Один как раз-таки J-Script, другой — это реализация под названием Чакра. То есть это какая-то уже обновленный движок. Но именно непосредственно сам IRPA-агент использует старую реализацию JavaScript-движка, который появился, как я сказал, в E11 в системе, но и который сейчас находится в стадии мейнтейнности, его уже не будет развивать. Я думаю, что, наверное, спустя какое-то время IRPA выполнит переход, наверное, на обновленный движок. Но сам по себе J-Script, он является реализацией как раз и CMA-скрипт, и при том достаточно старой версии CMA-3. это значит то, что как бы каких-то JavaScript-синтаксиса, который сейчас используется в браузерной фронт-энд-разработке, его там, скорее всего, не будет. Ну, например, декларация переменных. Как бы сейчас в основном используется LED, его как бы в J-Script просто нет, используется, например, в VAR. И если, например, какой-то такой синтаксис использовать в агенте при разработке, в скрипте, то как бы агент честно скажет, что как бы он такой синтаксис не понимает, и нужно будет как-то адаптировать. Но некоторые функции все-таки реализованы, там через так называемые полифилы, которые, ну, позволяют все-таки сделать какую-то совместимость между старевшим движком JavaScript, например, и какими-то браузерными вещами, которые там уже далеко вперед ушли. Ну, есть также еще поддержка замыканий, closures, так называемых. Вот. На них тоже много что реализовано, то есть как бы этим в разработке пользоваться можно. И также еще хотелось бы особое внимание уделить на поддержку объектов ActiveX Object в Jscript. То есть как бы в стандартном JavaScript этого нет, но Jscript позволяет через данный объект взаимодействовать с огромным количеством внутренних подсистем Windows. Такие, например, как бы энтузиасты уже нашли способ, как через данный объект, ну, например, вызывать какие-то PowerShell, вызывать C-Sharp программы, вызывать Visual Basic скрипты, даже ABAP можно вызывать там с определенной разработкой. То есть, в принципе, это такое окно в большой мир взаимодействия с другими средами как бы исполнения. Десктоп SDK. То есть вот Jscript, да, это как бы среда исполнения. И, соответственно, чтобы с ней взаимодействовать, ARPA предлагает как бы набор стандартных библиотек разработки. Данные библиотеки, они как бы доступны при создании объекта, ну, проекта в студии. Просто их можно там выбрать, которые необходимы. И вот есть полный список, где всех представлен. Наверное, не самый полный, но те, которые нам были бы интересны для взаимодействия из робота с какими-то другими внешними приложениями или сервисами. Веб-сервисы, то есть через JavaScript, вот AJAX, это асинхронный JavaScript API для XML. То есть через него можно реализовать взаимодействие как с REST сервисами, так и SWAP сервисами. Есть поддержка работы с XML, JSON, файлами, объектами файловой системы, то есть создание файлов, каталогов, запись и чтение файлов. Есть как бы набор стандартной библиотеки взаимодействия с Microsoft Office. То есть, ну, например, на примере Excel можно создать, считать какой-то Excel файл шаблона. Можно переключаться между воркшутами, считывать конкретные ячейки. Также можно использовать через DBO язык запросов к Excel. Как бы они считываются из конкретной ячейки по ее номеру колонки и записи. То есть здесь достаточно много возможностей взаимодействия. PDF-компонент позволяет считывать, по-моему, только PDF-файлы для того, чтобы их разобрать. То есть генерации PDF-файла там нет. Есть компоненты SSO. Они нужны для того, чтобы организовать взаимодействие бота с тем же самым Cloud Platform, где требуется OO-Аут-авторизация. Есть криптографические функции по шифрованию подписи. И самое интересное для нас – это по передаче реквизитов в пользоваться. Credentials, то есть логин и пароль, которые мы можем хранить облачно в Cloud Factory. И бот их будет автоматически получать для, например, дальнейшей авторизации на странице. Это как раз-таки будет в моем примере. Также есть в Factory API Monitor. Вот эти компоненты по монитору также будут в примере использовать. Там для нас интересно, наверное, будет такая… Да, у меня здесь, наверное, напечатка. Business Activity Monitoring. То есть это возможность по передаче данных из агента в Cloud Factory по статистике работы бота. Например, сколько времени он провел на какой странице, какие-то дополнительные сообщения. Вот тоже это покажу. И также есть еще возможность обращаться к Windows Management Instrumentation. То есть для того, чтобы получать из операционной текущей системы Windows любые практически данные о состоянии, о процессах и так далее. Здесь очень много также возможностей для получения информации, манипуляции ими. И работа с Windows реестром. Это как раз вот те стандартные возможности как раз по JavaScript с ActiveX компонентом, которые можно с помощью расширения как бы кастомной разработки с подключением ActiveX объекта вызывать уже непосредственно из робота. Хотелось бы сразу рассказать об особенностях разработки. Здесь нужно иметь в виду, что данное решение ARPA, как таковая, агент в частности, как бы она не является какой-то интеграционным фреймворком или интеграционным шиной. То есть как бы нельзя на нем, несмотря на большое наличие функций для знакомых нам всем интеграции, веб-сервисов, файлов и так далее, как бы реализовывать какие-то сценарии, которые бы через себя прогоняли бы какие-то большие количество сообщений. Это эмуляция человека. В первую очередь это эмуляция пользователя, и это нужно как бы иметь в виду. Так как это человек, то это UI-ориентированная разработка. И здесь нужно также всегда иметь в виду особенности самого UI в плане его отзывчивости, в плане скорости отрисовки, каких-то проблем с этим, которые могут возникнуть. Потому что, например, тот же самый веб-интерфейс и JavaScript-разработка, так как она вся в основном асинхронная внутри, но какие-то элементы могут там вовремя не появиться или произойти задержка. И поэтому это тоже в разработке скрипта нужно иметь в виду, потому что, например, опыт проектный показывает, что без каких-то искусственных задержек при обработке айтемов страницы, наверное, нельзя обойтись, потому что само вот это звено фронт-энда, как бы это еще дополнительный слой, который оказывает влияние на общую производительность. И как бы нам не хотелось быстро обойти страницу, какие-то элементы могут, например, там не возникнуть в определенный момент, и просто может произойти какая-то ошибка, которую либо нужно дополнительно обрабатывать, либо просто робот свалится в этом месте. Еще про асинхронность. Как бы мы понимаем, что JavaScript, он сам по себе, по своей природе в основном асинхронен. И как бы понятие коллбеков и коллбек-хелл, кто слышал такое понятие, должны себе представлять, что сам стиль программирования подразумевает себе постоянную передачу каких-то функций, которые должны вызваться когда-то. И то есть на сам стиль программирования это оказывает серьезное влияние. То есть из синхронного, наверное, в самом фреймворке это только переход между шагами, а все остальное, вызов, даже вызов дилея, задержки, он тоже асинхронен. И фреймворк уже сам в себе через события какие-то это все дела обрабатывает. Это как раз тоже третий, наверное, пункт, на который нужно обращать внимание. Это сама модель подхода к обработке, то есть она событийная. То есть если рассматривать трехзвенную такую структуру взаимодействия страницей, сама страница, непосредственно сам фреймворк агента и нашего скрипта, то все они между собой общаются через события и происходит это асинхронно. Как раз на вот этой диаграмме это нарисовано. И из-за этого также могут возникать проблемы с задержками или в худшем случае, например, там просто не быть получено какое-то событие о том, что что-то произошло. При том, что события эти, они как бы есть, они могут генерироваться как аппликейшеном, так его и каким-то элементом на странице. И как бы бывает иногда это все достаточно трудоемко отслеживать. Ну, сами как бы ивенты, они бывают тоже двух типов в RPA. Это технически, это то, что непосредственно генерирует фреймворк, когда он сам понимает, что это событие произошло на странице. То есть понятно, что сама по себе страница, она там не может сообщить фреймворку о том, что что-то произошло. То есть фреймворк через эти события понимает, что, например, страница загружена и сообщает об этом уже дальше в скрипту. И есть еще также функциональные ивенты. Это то, что мы можем сами разработать. И это тоже будет в моем примере о том, как бы очень полезный функционал для того, чтобы самим делать кастомные как раз события, для того, чтобы общаться между страницами или приложениями. И как бы это тоже удобная вещь для того, чтобы делать отзывчивые скрипты, для того, чтобы у нас не возникало каких-то задержек и так далее. И было меньше проблем при разработке. Ввиду как бы платформного ограничения в виде Jскрипт-движка в Windows, как бы самый импорт сторонник JavaScript-библиотек, как бы нам хотелось, он как бы крайне сильно ограничен. Взять, например, какую-то с GitHub понравившуюся библиотеку вряд ли получится по нескольким причинам. Потому что, во-первых, она, скорее всего, уже реализована в стандарте выше, чем и ЦМА-3. И если вы захотите ее каким-то образом все-таки использовать, вам придется очень хорошо в ней покопаться, для того, чтобы как-то переделать синтаксис, как-то адаптировать какие-то выражения и так далее. Поэтому здесь в разработке, наверное, ориентироваться на сторонние библиотеки не приходится. Ну и по этой же причине сам набор этих стандартных библиотек, он достаточно большой. И последний пункт, наверное, это связан с разработкой и с автогенерацией кода, который я показывал в студии, так как код автогенерируемый, то там могут возникать проблемы с дублированием, например, имен. Ну, допустим, у вас несколько сценариев, несколько ботов, и, например, шаг называется одинаково. И при автогенерации, при билде самого проекта студия сама может добавить какой-нибудь индекс в ваше имя степа, шага. И может возникнуть ситуация, когда они у вас могут, опять же, где-то совпасть, например, с другим. И здесь возникает проблема с тем, что доверять вот этой автогенерации, особенно в плане именования шагов, не нужно. Лучше это делать самим явно, там для этого в студии есть отдельное поле. Потому что, как бы, это имеет огромный сайд-эффект на использование версионных тулов, например, таких как Git. Проектный опыт, как бы, мой показывает, что, как бы, у нас Git использовался для реализации, ну, для самой разработки VRPA. И есть такой нехороший момент, что вроде бы вы меняете что-то в одном скрипте, а когда вы выполняете билд, у вас сразу в Git изменения не в одном файле, а сразу в 100, например. Потому что это связано с тем, что сама структура проекта на файловые, то есть сам скрипт, он есть в трех версиях. Один, который автосгенерированный, один, который вы меняете руками, и еще какая-то промежуточная версия, которая позволяет там между собой вот эти гэпы в изменениях закрывать. И это очень достаточно нервная штука, и потом разбирать все эти 100 файлов, и почему вообще это произошло. И в итоге, как бы, ну, ключ к этому, это, как бы, явное именование каких-то степов и, как бы, уход от автогенерируемых имен, объектов. Так, и давайте теперь тоже поговорим про непосредственно клаудные компоненты. Есть, как я уже в обзоре ранее говорил, облачным компонентом RPA является Cloud Factory. То есть это как раз сервис Cloud Platform, в которой можно подписаться на него, зарегистрировать и получить доступ через браузер. То есть, как бы, выглядит примерно так. Так, что-то ему не понравилось. Сейчас, секундочку. Вот тут у нас робот. Ну, вот эта страница посредственно с Factory. Здесь у нас, как бы, есть страницы импорта пакетов. Это, то есть, того, что мы разработали в студии и экспортировали, теперь импортируем мы это сюда в виде zip-архива. С некоторой, ну, не так давно, то есть, как бы, к этому пэккеджу стал автоматически создаваться Cloud Project. Я тоже о нем расскажу подробнее. Есть, как бы, ракурс с агентами. Это то, что те агенты, которые подключены, ну, которые вообще зарегистрированы в RPA, то есть, когда-либо подключались через указанные настройки агента tenant и те, которые, как бы, их статус текущий, что подключены они сейчас или нет. Ну, вот если мы, например, включим агент, так, давайте сейчас проверю, есть ли он у нас в запущенных процессах на всякий случай, потому что иногда бывает, что он там остается. Так, его нет, да. То есть, вот если мы его запустим, агент сейчас выполняет регистрацию уже непосредственно в облачном сервисе. И здесь мы его сейчас вот увидим. Вот он появился. Owner, Сергей Федичкин, режим и какие-то события, которые с ним происходили. То есть, его можно здесь отсюда принудительно отключить, посмотреть текущую версию агента. Вот, ну, о версиях, да, немножко маленькое отступление. Как бы, так как у нас есть on-premise и облачные компоненты, и они между собой никак не связаны в плане поставки, ну, самого инсталлятора. То здесь, как бы, нужно соблюдать определенную совместимость. Есть на Help.sup.com целая матрица, как бы, которая показывает, что какие версии Cloud Factory совместимы с каким версией агента. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, я просто покажу, и где мы находимся сейчас, как бы, с моей текущей инсталляцией. Так, это у нас installation guide. Вот compatibility matrix. Вот, собственно, это матрица, где видно все текущие версии. То есть, у нас текущая версия агента, это 2.0.2. То есть, мы находимся вот здесь вот, и видно, что мы, как бы, с версией Cloud Factory, то есть, это то, что справа, вот эти, еще можем почти со всеми версиями взаимодействовать. То есть, текущая версия Cloud Factory, на которой мы находимся, она вот 2.0.8, то есть, как бы, но здесь эта совместимость поддерживается. Так, и также есть, возвращаясь к агентам, возвращаясь к агенту, как бы, агент работает в двух режимах. У него есть режим Attended, так называемый, и UnAttended. Attended, вот, режим переключается непосредственно в самом агенте. Вот, если перейти в проекты. Вот, ну, вообще, у нас стоит UnAttended Mode. Вот, UnAttended Mode, это, он значит, что выполнение бота на операционной системе выполняется в режиме Digital Worker. То есть, когда человек вообще ни в чем не участвует, он не ответственный за запуск бота, а запуск бота выполняется при инициализации задания через Cloud Factory. То есть, это будет выглядеть примерно так, что вы просто сидите, и у вас запускается какое-то окно, и что-то начинает само работать. Режим Attended, он предполагает, когда человек сам сидит и сам инициирует запуск бота. То есть, вы, допустим, хотите, сами знаете, когда вам нужно, например, создать какой-то, например, заказ или куда-то что-то отправить, и вы сами из списка доступных проектов выбираете свой сценарий и опять так же бот начинает свое исполнение по своему сценарию, по своему указанному workflow. Агенты могут группироваться в несколько, по двум параметрам. То есть, как бы, можно определять агент либо по имени пользователя, который регистрируется в Cloud Factory. То есть, когда агент запускается, он передает в Cloud Factory информацию, как раз, именно пользователя, а именно компьютера. И можно построить вот такую иерархию группы агентов с узлами, которая потом будет использоваться в настройке Environment. То есть, это основной компонент, как раз-таки, ну, какой-то аналог Integrated Configuration, если очень грубо говорить. Ну, здесь видно, что мы можем создавать какие-то узлы. То есть, ну, здесь, как правило, создание агент-групп выполняется в разрезе какой-то функциональной или организационной структуры. То есть, например, если это разработка, то есть девелоперы, тестеры или какие-то пользователи, либо, например, можно делать узлы там по разделению юнитов компании, там, ну, и департментов HR, Finance или что-то еще, какой-нибудь Sales и так далее. И можно в зависимости от вот этих узлов присваивать уже потом пользователей и потом указывать конкретный узел в настройке, куда же должен в итоге этот робот, кто его может использовать. Ну, в нашем примере, то есть простая структура в виде девелопера и меня. Так, и как раз Environment. Это, наверное, основной компонент по настройке выполнения. Вот здесь есть следующие как бы шаги. Это создание, наверное, первое – это пэккеджа. Когда мы создали проект в студии, его экспортировали и потом импортировали в zip файл, вот в пэккедж, вот у нас здесь он появился. И здесь мы его потом можем к себе добавить в этот environment. Он просто доступен из данного меню. Вот у меня уже здесь есть несколько версий моего компонента, которые я буду показывать. Эти компоненты между собой, они как бы версии одного пэккеджа, они взаимоисключающие. То есть нельзя одновременно использовать один и тот же пакет разных версий внутри одного environment. И при таком импорте, то есть самый старый, он остается активным, а новый он в режиме disabled. И здесь нужно их принудительно менять активацию. То есть если мы, например, скажем, включите нам еще вот такую версию, нам скажут, что у вас уже такой версии уже задеплоены, включены, и нужно тогда их переключать. То есть какой-то один должен работать. Также есть понятие триггера. То есть это, наверное, самая ключевая точка вообще в теме интеграции ботов. Это то есть та точка, которая позволяет этот бот вызывать. Есть три триггера, которые, три типа триггера, которые мы можем использовать. первый, это API, то есть это создание эндпоинта, который мы можем вызвать из какой-то стороннего сервиса или клаудного, или совсем другого какого-то стороннего third-party системы и непосредственно создать задание в Cloud Factory на запуск бота. Можно создавать как бы несколько однотипных API, они просто различаются здесь именами, и здесь просто указать, какого бота или какой процесс, но процесс их попозже, мы можем вызвать, и с каким приоритетом. И после создания вот этого, ну давайте вот на этом покажу, выполняется, вот генерируется такой эндпоинт, URL. Ну, здесь эндпоинт, он имеет уникальный GUID, он всегда для каждого триггера создается новый, и плюс генерируется ARPA Trigger Token, то есть это уникальный токен, который мы используем при вызове. То есть это как бы, ну, секретная часть, получается, ну, для того, чтобы кто попал и не вызывал со стороны. Ну, как бы, с точки зрения безопасности вызова данного сервиса, есть, как бы, во-первых, нужно выполнить OAuth-авторизацию по протоколу OAuth 2.0 получить токен в Identity Provider Cloud Platform, и уже с этим токеном потом вызывать непосредственно вот этот эндпоинт для триггера и указывать вот этот секретный токен. То есть здесь как бы два, на самом деле, уровня авторизации получается. Вот, и также здесь еще показывается структура примера payloadа, который мы определяем. То есть вот эта структура payloadа, откуда она берется? Когда мы создаем сценарий, мы создаем, у нас есть возможность указывать input и output структуры. То есть input это то, что мы можем получить на вход, output это то, что бот может получить после завершения работы. То есть сам по себе бот, он работает асинхронно, то есть он не может там долго висеть и ждать, пока закончит свою работу. Поэтому нельзя за один запрос получить сразу результат. Вообще само ведение вот этих структур есть в сценарии понятие контекста. То есть, ну, кто знаком с BPM, NetWeaver BPM, понимает, о чем речь. То есть это некоторая структура, которую мы определяем на уровне сценария и которую мы можем заполнять, считывать, менять при прохождении определенных шагов. Здесь примерно тот же самый подход, но за исключением, мы видим, что контекст сам здесь видится на уровне всего проекта. То есть мы можем в рамках одного проекта создать несколько ботов и контекст они, например, могут использовать в данном случае общий. И вот этот данный контекст, когда мы указываем структуры входа и выхода, потом при импорте мы его же видим уже при создании триггера. Ну, здесь вот еще такое есть понятие invocation-контекст. Это вообще некоторый просто элемент JSON, который мы можем передавать, например, какой-то идентификатор или набор идентификаторов. Здесь можно передавать не только значение, а там уже какую-то вложенную структуру, тоже JSON, но ее она может использовать для корреляции. То есть если мы, например, запускаем данного бота из какого-то workflow-движка, например, из IBPM, то есть IBPM — это сервис в Cloud Platform, BPM-движок, workflow, или, например, из какой-то on-premise решения, и мы захотим как-то образом скоррелировать запрос и ответ, вот мы тогда вот здесь заполняем его и можем его там в ответе в invocation-контекст пробросить и получить. Так, вот так заполняется IP-триггер. Есть еще другие типы триггеров, так называемый attended-триггер. Это чтобы позволить пользователю как раз самому вызывать бота, когда агент находится в attended-режиме. Это то, что я показывал здесь, если его переключить, и если мы сделаем такой триггер, то у пользователя появится здесь список проектов, которые он сможет вызывать, и он его может запустить. И третий — это как раз-таки триггер по расписанию, то есть когда уже человек не участвует, но и нет какого-то события, которое запускает бота, и мы можем сделать его, например, по расписанию. Там здесь можно указать часовой пояс, то есть какой-то промежуток времени, период, в котором он будет доступен, и даже указать, какое время, дня и суток, и недели, какие дни, мы можем иметь возможность запускать данный бот. Повторение и так далее. Здесь все видно. И какие принимать input-параметры дополнительные. Но в своем примере как бы я покажу связанные с API триггером. И, наверное, еще один пункт, следующий важный, это использование variables, переменных. То есть есть variables двух типов, которые мы можем использовать внутри environment. Это текстовые какие-то переменные и credentials. Credentials, это как раз-таки тот облачный стор для логина и пароля. И как раз в своем примере я тоже покажу это, то, что мы на самом деле получим реквизиты из облачного хранилища. То есть никакого хардкода в боте не будет с данными пользователя. То есть в плане безопасности это очень удобная штука. И особенно безопасности и централизованного хранения реквизитов пользователей. И последний пункт это уже непосредственно присвоение агентам. Это вот как раз-таки мы здесь выбираем то, каким группам мы хотим и каким узлам группы мы хотим его, чтобы бот присвоился и мог быть запущен. в моем примере то есть я присвоил узлу девелопер из группы PIMON 2020. В принципе на этом конфигурация environment закончена. Есть еще как бы следующий это мониторинг непосредственно. Это то, что показывает нам сами статусы выполнения джобов. Здесь есть какие-то дэшборды по ошибкам, по количеству вызовов. можно еще в ракурсе посмотреть по тому, когда он запускался, на какой машине, какой триггер это делал, сколько он выполнялся и сам результат выполнения этого бота. Также еще можно видеть цепочку, если ботов несколько. Есть еще такая штука под названием бизнес activity монитор, о которых я как раз говорил, который я тоже в примере использовал. Это тоже набор функций, которые позволяют интегрировать дополнительно агент и Cloud Factory в части каких-то мониторинговых данных. Например, можно передавать информацию из агента о том, сколько времени он, например, тратил на каждый шаг, сколько он был времени на какой странице, каким результатом она закончилась. Это достаточно полезная аналитика, централизованная для того, чтобы понимать какие-то узкие места в работе бота, потому что не всегда удобно где-то удаленно запускать в дебаггере или, например, какую-то диагностику расширенную из агента получать. Там такая возможность есть. И какие-то кастомные шаги и кастомные данные из самого сценария мы можем получать из бизнес аналитика activity monitor. Выглядит это примерно так. И потом с вами пример я тоже покажу, что мы получим. То есть это обычный CSV-файл, который генерирует какую-то последовательность. Здесь можно каким-то образом это проанализировать. Срок выполнения шаги, какие-то категории и так далее. Следующий компонент клаудный, о котором хотелось бы поговорить, это те проекты, которые автоматически генерируются. То есть представим себе, что нам нужно каким-то образом выполнять не один бот, а несколько и реализовать их последовательность. Как раз таки для этого нужна Cloud Studio, в котором можем создать облачный проект. Это представляет себя такой веб-интерфейс для того, чтобы построить последовательность ботов, которые мы имеем в импортированном пакете из студии. Сам движок Workflow здесь достаточно облегченный, то есть тут нет каких-то большого количества гитвеев или каких-то дополнительных функций по работе с данными. Здесь все достаточно просто. И вот здесь мы построили такой проект, такой сценарий, который вызовет просто последовательно двух ботов. и здесь вот мы на входе указываем какие тип сообщений мы хотим принимать, тип сообщений мы можем создать здесь. Здесь тоже как бы все очень просто в плане типов, например, количество типов ограничено, имен, ну и можно указать, что это как бы список. потом на выход мы указываем output структуру, которая у нас указана уже непосредственно в самом сценарии. потом мы уже потом на вход передаем эту же структуру для бота и он у нас уже на выход ничего не имеет, потому что во втором боте, который у нас здесь, он у нас здесь пусто. и потом после создания этого сценария мы можем сгенерировать пакет, который появится у нас с новой версией в списке пакетов и потом как бы мы для него также создадим отдельную конфигурацию environment. Ну, то есть в моем примере это вот то, о чем я говорил, то есть в данном случае мы это две разных версии пакета, которые взаимоисключающие и, то есть, соответственно, мы можем только как бы последовательно сначала запустить, например, первый триггер, который запускает бот-1 и второй это запустить уже триггер, который уже запустит непосредственно клауд-проект. Давайте я проверю, не забыл ли ничего. Нет, наверное, вот все. Давайте теперь перейдем, наверное, к самому интересному, непосредственно к запуску наших ботов. Так, для этого я буду использовать постман с уже с конфигурированными шагами, реквестами. Так, агент у нас запущен, мы видим, что у нас здесь список проектов пустой, режим unattended. Здесь вот, ну, для вызова нам нужно получить OAuth токен, здесь как бы сейчас достаточно удобно это делать через постман, так вот, мы его запросили, используем, вот, смотрите, мы в баде запроса мы указываем какое-то сообщение, ну, напишем welcome to PIMON 2020 и запускаем. Вот, нам пришел HTP201, то, что говорит об асинхронности исполнения и идентификатор, с которым идентификатор задания, который создался. Вот, и мы видим, то, что у нас активировался агент, и теперь что-то должно сейчас произойти, посмотрим, что. Вот, здесь мы работаем с нашей знакомой страницей, вот, и пытаемся пройти куда-то внутрь самой страницы PIMON. Вот, эта страница непосредственно с авторизацией. вот эти пользователи и пароль мы получим как раз-таки из нашего облачного хранилища, то есть, никакого хардкода в боте нет, и здесь просто робот вводит эти данные. не обращайте внимания на скорость выполнения, как бы здесь специально все замедлено через задержки, вот, потому что, ну, чтобы все могли увидеть и посмотреть, то есть, в принципе, все это можно делать гораздо быстрее. Вот, и мы перешли в PIMON, запустили мониторинг коммуникационных каналов и пытаемся посмотреть, что же у нас здесь с коммуникационными каналами. И для этого мы вот выбираем, например, остановленных каналов. Ага, и здесь видим какие-то данные о них. Вот, и теперь бот нам возвращается вот с таким поп-ап, где он нам как раз-таки говорит все, что о нас думает. Во-первых, мы получили информацию об имени пользователя. То есть, ну, заметили, что нигде в мониторинге там, как бы, именно full name из Active Directory не передается, а мы эти данные получили с помощью как раз-таки Windows Management Instrumentation к Юре, и мы теперь видим, как бы, можем эти получить данные и, как бы, отобразить. Это наше сообщение, которое мы передали в реквесте вот, Welcome to POMBody, вот, и количество остановленных каналов. То есть, вот это 117, это число взято отсюда. То есть, как бы, робот, был определен элемент, с которого, как бы, робот считал эти данные и потом нам отобразил. и плюс вот еще мы получили также через VMI список текущих процессов на моем компьютере, которые мы, например, в данной форме отобразили. То есть, как бы, с точки зрения технической разработки, как бы, это... Давайте я его закрою. Сейчас. Нет. Нет. Сама страница, на которой мы работали, вот она представлена CCMON, допустим, вот. У нас здесь есть размеченные элементы, как раз о которых я говорил. Это выбор статуса, кнопка и какой-то потом элемент, который мы получаем информацию о количестве выбранных найденных каналов. на странице. То есть, как бы, для того, чтобы правильно определить элемент, во-первых, для того, чтобы правильно определить страницу, есть такое понятие критерия. То есть, ну, чтобы робот мог распознать, что же за страница была и где мы находимся, есть какие-то атрибуты. И здесь мы можем эти атрибуты указать. То есть, они, как бы, по какому-то логическому да или или, но или, или, определяется. То есть здесь мы как раз указали, что в домене... Вот эти все Capture Data, эти данные, они появляются автоматически при захвате страницы. Здесь также мы еще можем увидеть дом 3, HTML-страница, где мы определяем саму структуру дерева. И для того, чтобы, например, правильно определить элемент, не всегда достаточно просто его найти на странице, а нужно еще указать ему текстовый элемент и, например, еще указать родительский элемент. Потому что, ну вот, если их, например, удалить, вот так вот, то уже достаточно одного элемента, чтобы алгоритм понял, что вот эти кнопки, он ее не может распознать. и при рантайме нам об этом скажут, собственно, что данный элемент как будто на странице не найден. Итак, вот выполняется работа со всеми элементами. Можно просто кликнуть на экране и вот этот все дом-дерево разбирается, и можно вот это ассоциировать с определенным каким-то айтемом. И потом эти айтемы, они доступны в самом скрипте. То есть, например, данные о количестве найденных каналов, они у нас доступны вот здесь. То есть, мы когда работали со страницей Communication Channel, так, где она, где она, где она, здесь немножко перепутан, да, вот мы просто сказали, что последовательность самих шагов на странице, она определена как бы, ну, здесь есть какие-то стандартные функции, например, по ожиданию страницы или элемента. То есть, это как раз-таки то, что ожидает событие о том, что какой-то элемент или страница появились. И как бы ну, best practice является как раз-таки всегда вот такие ожидания событий реализовывать, чтобы избежать ситуации, когда, например, ну, какой-то элемент не появился, а мы уже попытались на него нажать или считать какие-то данные. есть также всякие возможности передавать задержки при определении этих элементов, вот они здесь указываются. То есть, в принципе, в самой IDE, если вот выбирать какие-то функции, здесь есть даже подсказки о том, что какие параметры принимает данная функция, какие обязательные, какие нет. то есть, как бы в плане какой-то документации по работе в IDE, здесь как бы это есть. Ну, и здесь как раз мы вот реализовывали последовательность прохода по элементам, и потом мы просто сказали, что вот то, что мы определили в нашем item с количеством каналов, мы хотим получить из него через функцию get, и просто потом записать уже в какой-то наш внутренний контекст, который мы заводили на уровне сценария, на уровне проекта. И потом мы просто вот эту же переменную уже между шагами можем потом где-то использовать при выводе, например, вот этого самого поп-апа, который у нас отобразился. Ну, я не буду рассказывать, честно, наверное, о каждой строчке, вот, это будет слишком, наверное, долго, вот, но, наверное, из интересного это еще по самым креденшалам, которые мы онлайн получили. Здесь это делается, на самом деле, две команды, то есть, как бы мы говорим о том, что вот нам надо получить креденшалы PIMON, которые мы, они есть на странице, и вот уже непосредственно мы их получаем. Все это, как бы, там, заполняется в зашифрованном виде, потому что даже креденшалс находятся в пакете криптографии, вот, и уже потом просто полученные данные мы присваиваем в локальный контекст процесса, то есть, не тот, который мы кастомно заводили на уровне всего проекта, а тот, сц, это на уровне самого сценария, то есть, как бы, в этот контекст доступ в другие сценарии иметь не будут. Что здесь еще из интересного? Ну, вообще, сама обработка, то, что мы видим вот на воркфлоу самого процесса, то, что мы отобразили, вот последовательность шагов, вот раз, давай как-то каким-то образом их связали, на уровне скрипта генерируется вот в такую вот последовательность, то есть, как бы, у нас есть какой-то шаг, мы говорим, что это вот начало, это конец, и потом сообщаем всю последовательность, то есть, потом мы из этого шага начало и так далее. ветвление выполняется не какими-то там if или else, а вот через дополнительную передачу на уровне шага параметра. То есть, как бы, визуально это выглядит так, что вот мы вот нам либо новую сессию мы идем, если мы встретили страницу с авторизацией, либо мы, если у нас уже авторизация пройдена, если мы перезапустим второй раз сценарий и мы без авторизации попадем, то мы пойдем по вот этой вот ветке. здесь это вот сделано просто на уровне передачи такого декларативной последовательной определения шагов. И внутри шага просто мы уже здесь дальше говорим, что же на данном шаге делать. Как я говорил, вот эти шаги между собой они выполняются синхронно, то есть шаг заканчивается только тогда, когда мы говорим, что этот шаг окончен. вот sc nst return все. Если этой команды не будет, мы в этом шаге можем находиться долго и бесконечно. Это в принципе тоже может быть удобно для отладки, для того, чтобы не менять например сам workflow, который вы построили, а можно например закомментировать какую-то часть кода и просто на ней остановиться. Я говорил ранее об событиях и в моем скрипте это используется. Например, здесь есть два используются оба типа. Для примера это технический ивент, когда мы получаем информацию о том, что страница запущена. То есть в принципе это выполняется вот такой строчкой кода, автоматически это не генерируется, но использовать добавив руками это можно. Есть еще функциональный ивент, это то, что мы определили как бы кастомный ивент. И мы вот то, что вы видели на экранах всплывающие окна о том, что сейчас какой шаг выполняется, это как раз таки есть функциональный ивент. Здесь его несколько наверное нестандартное применение, так как в основном вот эти тул-типы так называемые их можно реализовать обычными в виде обычных шагов на workflow. Просто найти их вот здесь вот и вытащить в workflow сам и он добавится и там например в пропертих что-то написать, что он должен нам указать. Но это отдельный шаг, который синхронный, то есть мы будем что-то там ждать, пока он не сработает auto-close, который мы укажем в .tn просто для примера, чтобы показать и функциональные ивенты, и то, как есть возможность взаимодействия с пользователем через элементы, вот его прикрутило к этому функциональному элементу. И каждый раз, когда мы говорим о том, что мы хотим оповестить о том, что у нас произошло такое событие, мы просто говорим, что на Tify указываем название нашего определенного функционального ивента и передаем его в виде объекта что-то на вход. И уже внутри этого ивента мы уже это вызываем. Вот эта функция на самом деле вызывается один раз. То есть это регистрация слушателя события и уже как бы вот это он значит типа что есть два варианта есть once то есть один раз прослушать и забыть а может это он то есть когда регистрируется уже слушателя мы можем несколько раз одно и то же событие как бы принимать анализировать ну и исполнять уже код который там указан и наверное еще третье что я хотел показать это на уровне скрипта это вот эти вот бизнес аналитик бизнес активити монитор то есть те данные которые мы видим в в фекторе так так сейчас секундочку которые мы видим на уровне монитора сейчас я как раз открою эти данные и мы увидим что сколько это было наверное около 1440 в этом csv мы получали данные из нашего процесса так здесь указано время utc ну да вот начало и вот мы видим шаги то есть шаг на котором мы находились время сколько каждый шаг выполнялся ну и непосредственно саму таймштемп выполнения эти шаги они указаны на самом деле в нашем коде до завершения шага здесь мы как бы инициируем о том что у нас запускается таймер и здесь мы уже просто говорим о том что правиль какой-то notification как раз вот с динамическими данными текущего шага и вот с параметрами там дальше там как бы прерывать счетчик там или прибавлять там описание функций это все есть не буду застрять на этом внимание и вот на каждом шаге у нас в принципе расположены такие нотификации которые мы потом уже получаем в мониторе в принципе это как сказал очень удобный способ для отладки и вообще для централизованного понимания места для хранения логов о том что как и сколько и что у нас выполняется там кроме вот этих нотификаций можно еще добавлять дополнительные какие-то алерты там их есть несколько типов но в данном примере я только один показал если немножко отлучиться сейчас я по поводу вот этих бизнес activity monitor его использование не прошло без сюрпризов и это сейчас откроет такую дополнительную тему в разработке роботов в возможностях разработки смысл в том что этот функционал просто не заработал вот и пришлось его отлаживать то есть как я говорил в принципе в студии есть возможность отладки и это примерно выглядит вот следующим образом и отлаживаться можно не только по кастомному сгенерированному коду но и по стандартным библиотекам если перейти в настройки проекта здесь мы можем указать собственно те библиотеки которые мы хотим стандартные использовать и вот эти библиотеки все они хранятся в проекте но в контексте проекта то есть когда вы импортируете в factory несколько проектов пакетов то они каждый имеют как бы свою копию этих библиотек то есть нет никакого общего набора там рантайма вот и это как бы позволяет нам выносить какие-то изменения как в кастомный код так как выяснилось в стандартный то есть вчера при настройке вот этих вот активити мониторинга как сказал ничего не заработало я очень плотно сел за отладку данного решения то есть как бы и выяснилось что в стандартных библиотеках монитора есть ошибки то есть как бы технически как работает например этот бизнес аналитикал то есть когда мы проходим через шаги и отправляем команду сент-нитификейшн на файловой системе в каталоге local cache формируется json файл который накапливает в себе какие-то вот эти самые нотификации с данными которые мы передаем и вот выяснилось что при парсинге данного файла возникает ошибка и она возникает вот при работе вот с таким вот типом цикла который в принципе на самом деле не поддерживается он ранее не поддерживался предыдущей версии и как бы если мы захочем такую конструкцию использовать нам бы агент при сборке бы сказал что я не понимаю что это такое используйте что-то другое вот каким-то образом видимо с обновлением версии такую структуру стало можно использовать но она не возвращается неверное значение вот здесь вот при последнем элементе массива и там какое-то текстовое значение индексов в результате все просто вывалилось а здесь стоит как бы кэтч который говорит нам о том что вообще все закомментировано мы об этом ничего не узнаем и давайте попробуем запустить этот старт кэша попозже и ничего собственно не работало и только как бы вмешавшись в отладку на уровне вот этого СДК и включив режим редактирования вот этих стандартных библиотек я сумел как бы это исправить ну о чем я конечно же сообщил разработчикам вот то что такая проблема есть вот и такие правки их на самом деле в стандартной библиотеке пришлось ну делать несколько в трех местах то есть ну как бы о чем это нам говорит то что в принципе не запрещается иметь какие-то собственные изменения в стандартные библиотеки это как бы можно делать ну видимо на свой страх и риск и понимать что видимо со следующим обновлением агента или студии там может затереться но в текущей как бы конфигурации это работать будет и самое главное что никаких проблем со сборкой никаких проблем с выполнением не возникает то есть так как язык скриптовый никакая компиляция не нужна никакая не нужна там проверки пакета как это в java например то что если вы там не пересоберете там или как-то неправильно подпишите ничего у вас работать не будет здесь абсолютно полное получается безобразие в этом плане и можно все что хочешь в принципе делать и модифицировать но как бы мы с благими намерениями исправили как бы функционал которым я слава богу сумел его показать вот и вот в плане как бы разработки как бы на уровне SDK я считаю наверное скорее это плюсом чем минусом вот и давайте сейчас наверное здесь все и перейдем теперь последней демонстрации наверное вот по клауд сценарию по клауд проекту когда мы хотели показать два последовательных бота ну вот если давайте попробуем сейчас запустить полученный пакет то есть когда мы стриггерился API trigger то есть у нас ничего не было и Cloud Factory нам сама прислала данный проект то есть сам он распаковался и уже потом как-то локально вызывается здесь мы уже в принципе без переключения режима можем взять и запустить второй бот вот у нас есть testbot1 это тот который его с бендером и вот есть testbot2 вот если мы его запустим вот у нас тоже открывается некий рейпоп-ап и вот мы здесь видим что поле пустое как бы ну здесь мы хотим что-то получить видимо от бота1 вот и сейчас мы видим что на самом деле никакой информации нет отсюда и это будет как бы доказательством того что данные действительно были получены из первого бота через cloud factory ну давайте попробуем тогда мы арне закроем так и триггерим новый запрос вот у меня тоже есть аппетриггер здесь у нас будет давайте другое сообщение ну давайте как-нибудь напишем так мы мы люди вот и отправим так вот нам сказали о том что у нас неактивный наш диплоймент нам надо его активировать то есть мы перейдем тогда в наш environment выберем здесь disable для дать на уровне пакета сначала здесь выберем disable здесь вот версии новые которые это у нас будет вот как только мы задисейбл обратите внимание factory автоматически оповещает агент о том что собственно у тебя больше ничего нет с чем ты можешь взаимодействовать и он просто берет и все убирает проекты из активных то есть в принципе взаимодействие между factory и локальным агентом оно интерактивное практически онлайн и теперь давайте активируем новый наш пакет и здесь деактивируем триггер старый и активируем триггер новый и попробуем теперь тоже это все запустить вот у нас 201 запущенное теперь давайте подождем что-то должно произойти вот мы видим что агент активировался он даже там получит снова пакет с новой версией и уже потом в нацендот режиме запустит снова обработку то есть мы снова сейчас идем через первого бота который проделает нам всем знакомая операция вот ну вот про функциональные венты это вот про вот эти вот типы которые вот крутятся и которые показывают имя шага и то есть текст какой-то который мы там указывали так здесь вводим логин пароль да здесь нужно еще сказать об некоторых особенностях при работе со страницами как бы не всегда робот может работать с когда например в браузере открыто две страницы вот и чтобы как бы событие генерировалось происходило распознавание там нужно например предыдущую страницу закрывать то есть это вот то как сейчас это у нас и происходит это сделано тоже на уровне скрипта то есть мы можем предыдущую страницу закрывать ну вот у нас появился бендер вот опять со своим мнением вот и вот появился арни вот и здесь мы видим что в тексте вот здесь уже как раз таки передана информация от бендера вот притом это происходило как раз таки через 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 фэктори то есть через этот контекст исполнения который вот мы прокидывали на уровне клаудного сервиса и если мы посмотрим в монитор на уровне джобов то есть мы увидим вот первый наш бот который выполнялся это был самый первый пример это второй бот который вот у нас был без до полученных данных это тоже все логируется в мониторинге и вот есть еще третий запуск это был сценарий вдвоемя последовательность здесь видно что он как раз загруппируется по имени проекта и внутри него мы видим исполнение каждого бота ну и как бы не буду показывать как бы на уровне бизнеса activity monitor то есть здесь они тоже эти новые сообщения добавили здесь видно все по времени исполнения наверное все то есть я надеюсь я продемонстрировал как бы текущие возможности по именно интеграции и оркестрации вот сценарии использования IRPA ну кроме прямого назначения наверное это все как бы в качестве заключения можно сказать можно использовать ну не только для как бы замены каких-то живых пользователей и для выполнения рутинных задач или каких-то наполнения сайтов контентом но также данное решение еще можно очень удачно использовать для тестирования как регрессионного так и интеграционного то есть когда ну например тоже реальный пример когда у нас например есть какой-то BPM он премизный Netweaver BPM сценарий с большим количеством юзер тасков и эти юзер таски при например тестировании сценария нужно каким-то образом автоматически обрабатывать и вот для этого можно разрабатывать как раз таки ботов вот и они как бы показывают что все это работает вот на этом наверное все большое всем спасибо кто дослушал достаточно долго получился рассказ вот пожалуйста ваши вопросы да Сергей интересный рассказ а у тебя видно Q&A или нет да сейчас давайте я вот я вижу Q&A да как обрабатываются нештатные ситуации которые могут возникнуть при обходе форм особенно в режиме unintended так ну по поводу нештатных ситуаций как бы на уровне скрипта есть как бы понятие как бы error хендлеров и timeout хендлеров то есть как бы на уровне сценария когда мы создали определили сценарий давайте я попробую все-таки тоже показать наверное сейчас вот когда у нас сгенерировался код мы у нас вот есть на уровне сценария такие вот два хендлера onerror и ontimer в принципе здесь его можно переопределить и когда агент видит что что-то произошло например да то есть как бы если мы например на уровне страницы явно скажем что вот при таком-то действии у нас произошла там exception мы выбросим то мы можем вот этот exception обработать где-то вот на уровне как бы глобального но не глобального хендлера на уровне сценария либо мы можем переопределять этот onerror хендлер на уровне шага то есть если мы напишем здесь вот onerror или ontimeout и здесь в принципе потом написать любую функцию которая там что-то сделает вот сейчас давайте еще раз перечитаю вопрос так где к сожалению я вот в режиме демонстрации а нет вот вижу наверное это что-то старое он у меня уже видимо пропал вот ну также на уровне поп-апа ну как бы там тоже можно делать свою какую-то логику обработки если мы вот посмотрим сам сценарий поп-апа да который мы сгенерировали то есть это такой отдельный как бы подпроект на самом деле который выглядит следующим образом так что-то у меня вот и здесь в принципе генерируются какие-то настройки в виде JavaScript скрипта и еще вот можно здесь тоже написать какую-то дополнительную функцию обработки поменять свой HTML CSS в принципе какую-то логику дополнительную по нештатным ситуациям предполагаем можно сделать именно таким образом так так еще вопросы так вроде бы все еще может быть где-то есть вопросы не вижу Сергей я еще так как мы презентаторы не могут писать вопросы в Q&A я в чат написал но могу зачитать оттуда давай 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 обычно проблемы бывают с интернационализацией то есть вот ты там отправлял сообщения с английскими буквами есть ли с Unicode какие-то особенности и с русскими буквами вылазил или что нет у меня такого как бы не возникало вот но я не знаю видимо почему я не сделал на русском чтобы это показать вот а вообще по-моему для именно интернационализации там в RPA есть тоже встроенные библиотеки и функции но для того чтобы вот делать какой-то автоматический перевод в зависимости от того в каком ты локале находишься ну вот в SAP UI такая штука вот есть и что-то подобное здесь я тоже встречал быстро не отвечу то есть надо покопаться по документации вот но что-то такое вот есть вот а в плане интернационализации я думаю что здесь наверное все-таки все в UTF вот и не встречал я попробую вот потом тебе отвечу или где-то в материалах презентация второй вопрос мы с тобой обсуждали одну задачу которую я делал просто на Яве и на фреймверке Selenium Selenium это просто такая штука чтобы тестировать сайты естественно что на нем все очень можно универсально писать но я тогда не знал про RPA вот и в Selenium есть такие способы указания элементов можно через DOM если это XML можно через CSS можно через а ну DOM и XPath соответственно комбинировано можно поиском по странице то есть если есть ссылка со словом там support вот например у тебя сейчас на экране вот то что ты показывал это такое ощущение что только DOM и XPath ну да да здесь получается так то есть можно вопрос такой можно ли писать текстом произвольный CSS селектор так как это агент то и он выполняется через этот ECMAS скрипт то по идее там же CSS тоже должен поддерживаться да текстовый хороший вопрос я как бы с такой штукой не сталкивал вот но 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 наверное нельзя потому что вот это вся сам механизм захвата и дальнейшего распознавания он как бы в данном продукте от нас скрыт вот и то что мы видим на уровне как бы генерации сценария и так далее это только но какие-то конструкции вот объектные вот вот такого вида то есть application страница и какой-то распознанный элемент который мы обозначили вот bt да например там вот кнопка да и здесь какие-то вот есть функции которые ты с ней можешь сделать там нажать там например проверить ее существование получить значение какой-то атрибут вот само само HTML генерированное что-то связанное с CSS я тут как бы не не вижу вот но это нужно наверное покопаться в документации именно контекста вот потому что ну как бы информация не переехала вся на help с обком вот и очень много того что вот таких вот глубоких технических вещей они вот еще здесь там я попробую поискать с чем я столкнулся в похожей же задаче там надо было разбирать Арибу и поначалу было очень просто прямо к идентификаторам элементов ссылаться потом выяснилось естественно что идентификаторы в разработке и в продуктиве разные а потом при изменении версий выяснилось что вообще на идентификаторы лучше не закладываться как-то по-другому определять положение элемента с несколькими разными локаторами я поэтому вот про CSS и подумал следующий вопрос можно ли из RPA вызвать веб-сервис на стороне CPI может быть я думаю да можно потому что в фреймворке стандартном есть ctx Ajax вот так где-то он здесь был сейчас не вспомню в общем можно да у меня в презентации об этом было вот то что в принципе даже сами примеры вызова там то есть они есть можно понятно то есть достаточно указать способ авторизации туда можно там basic какой-то указать ну вот например документация контекстера да который там покажет какие-то методы которые ты указываешь да там URL даты режим вызова но это то что вот как вот если например в праузерной разработке в фронтенде такая вот такого такого много ну и вот например вот get вот будет вот таким вот образом выглядеть поэтому в принципе любой сервис да можно понятно кстати вот еще другой момент о котором я забыл рассказать по поводу триггеров то есть как бы это наверное тоже дополнительный ответ на твой вопрос у меня как бы демонстрации этого не было но к любому триггеру можно создать еще и notifier то есть это то как бы двух режимов API или вот CAI это conversational iBot то есть для взаимодействия с чат-ботом там который распознает там речи эмулирует общение вот ну и вот здесь в принципе можно создать этот API вызов notifier который ну после завершения работы бота автоматически вызовется ну на определенный какой-то URL с методом который ты ему укажешь авторизации здесь тоже вот есть и basic и out и как бы структуру payload которые ты выходную ему укажешь здесь даже можно указывать какие-то заголовки в принципе получается даже стандартными настройками без разработки можно результат выполнения бота вот настроить отправку вот через API notifier а вот эти вот доллар переменные они сквозные да в течение всего процесса можно их делать вот там доллар фигурная да 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 можно но объект вот байт typing что нам тут говорят я просто не вот этот пример не подготовил по той причине что у меня белого IP адреса в интернете нет то есть куда было бы отправить а что-то про себя я не не подумал вот ну вот а через доллар можно иметь доступ к существующим переменам и их свойствам ну да вот у меня еще была такая ситуация что на моем компьютере с разными провайдерами и на компьютере заказчика скорость работы с Арибой была разной то есть мне приходилось там или настройки подбирать ожиданий но это не очень хорошо либо там смотреть какой-то элемент появился на странице или не появился вот у тебя с этим продуктом с какое ощущение если там допустим будет медленный канал или очень быстрый да я понял вопрос это как раз то о чем я говорил то есть как бы так это UI ориентированная разработка как бы чувствительность есть да и как бы даже при разной скорости соединения какие-то элементы могут загружаться медленно или не загружаться вообще и как бы вот особенно это достаточно хорошо заметно на SAP UI интерфейсе который в принципе в плане построения дом он очень тяжеловесный на самом деле по сравнению даже с другими фреймворками и да да то есть как бы это нужно учитывать при разработке для того чтобы проверять наличие там элемента делать какие-то задержки дополнительные вот и да ну вообще как бы я думаю что best practice да какой-то ну вот чтобы все работало быстро и устойчиво да то есть наверное какой-то особенно в unattended моде когда то есть пользователь не нужен то есть это должна быть какая-то наверное отдельная виртуалка которая будет крутить на которой будет стоять этот агент и он там будет что-то делать потому что здесь как бы вот я тоже еще забыл рассказать о том что веб-разработка в частности в хроме она позволяет вообще выполнять все эти режимы в бокграунд все эти выполнения бота в бокграунд режиме то есть даже при заблокированном экране то есть как бы что-то там будет крутиться потому что в хроме как бы чтобы это работало здесь ставится дополнительный extension subintelligent rpi вот этот extension который собственно и выполняет взаимодействие с элементами UI вот и который позволяет в том числе то есть как бы не делать полностью эмуляцию человека как такового то есть например нажатие кнопки есть два типа есть просто клик а есть клик-маус когда делаешь клик-маус это вот прям экран курсора поедет на какой-то элемент и нажмет да и тогда там это точно человек и такое будет точно всегда работать но при заблокированном экране когда человека нет например или когда это вообще там выполняется где-то в виртуал это работать не будет вот и поэтому как бы при работе в хроме нужно использовать просто элемент клик который за собой просто выполняет какой-то кусок JavaScript кода то есть это не полноценная эмуляция как бы взаимодействия человека а это просто робот в своем фреймворке исполнит какой-то кусок типа кода вот и сделает то есть как бы в чем разница вот этого клик-мауса клик то есть в первом случае клик-маус это будет какая-то Windows функция которая вот мы когда шевелим мышкой вот и он передаст это дальше а просто клик это будет уже то есть вызов JavaScript который там человеку к его действиям вообще никак не привязан надеюсь понятно да тут понятно еще вот такие вопросы у меня можно ли работать с локальными файлами допустим есть задача какой-то файл загружать или считывать из какого-то веб-источника и вот агент по идее же может это все делать технически это там есть такие возможности реализованы да реализованы есть работа то есть такой объект FSO называемый файл system object вот он по-моему вот в FSO library здесь можно даже посмотреть какие там вот есть работы с FTP get файл там в общем можно создавать читать файлы каталоги не совсем интересуют агентовские эти файлы а именно в браузере то есть можно ли есть кнопочка upload download на веб-интерфейсе можно ли с агентом это делать а потом соответственно работать через FSO вот можно если используется стандартный функционал загрузки файлов или сохранения которые ну например открывает Windows окно мы с такой штукой тоже столкнулись когда в SAP UI интерфейсе была кастомная экран для загрузки файлов где можно drag and drop и так далее и просто он агент не понимал вообще то есть что он вроде бы нажимал но браузер ввиду своих внутренних ограничений по безопасности хром он не давал этого делать вот и сейчас это до сих пор открытый вопрос который даже передан разработчикам продукта в общем как что с этим как бы делать я почему это спросил потому что в Selenium есть та же самая проблема а сам Selenium он на основе хром драйвера работает и когда я вот например русскоязычные файлики пытался грузить в Aribu через Selenium у меня тут же полезли эти ошибки в итоге а там как раз элемент загрузки он такой кастомизованный весь саповский и в итоге я грузил латинские файлики а потом их в интерфейсе Aribu переименовывал чтобы слово лист согласования там и дата какая-то появлялась по-русски как это требовалось по ТЗ сперва была проблема просто загрузить файл но потом я с ней разобрался а потом именно в русский язык его переключить но этому Aribu помогла ну да к сожалению вот тут с этим тоже есть некоторые сложности особенно вот с такими с кастомными загрузчиками потом вопрос известно ли в каком браузере мы на агенте работаем то есть мы можем прямо считать что это хром там хром драйвер там этот да это явно указывается в сценарии например когда мы хотим то что как бы ну по умолчанию интернет эксплорер используется 11 вот но при самом сценарии мы явно указываем что это приложение вот навигатор это у нас вот хром вот и тут вот есть даже поддержка файрфокса но документация указана что он уже как бы он деприкейтед и в общем используйте вот хром и скорее всего в ближайшее время появится поддержка edge то есть браузера вместо 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 ие но я думаю скорее всего наверное произойдет в какой-то момент и наверное не так быстро вот именно с переходом на сам windows javascript движок вот на который обновленный а не который с ие11 был выпущен а свойства для хрома какие-то кастомные можно указывать в этом случае если мы знаем что это хром вселением и просто это очень часто выручает именно что мы там для такого-то браузера такие-то свойства прописываем если можно прикинуться андроидом можно айфоном прикинуться айпэдом там и так далее ну вообще скорее всего да потому что например в тех же самых настройках элементов управления этих или попап есть различные параметры каких-то там элементов для разных типов устройств то есть это там у тебя там pc или телефон и так далее и так далее как-то сообщить наверное это можно вот но это надо дополнительно изучить и последний вопрос от меня как поддержка может смотреть старые мониторинги то есть примерно там сколько дней или какой интервал времени это все хранится ну старые старые мониторинги вот как я показывал можно смотреть наверное вот через этот бизнес аналитикал бизнес активити монитор вот в этом файле который там но его на самом деле можно разными данными заполнять вот в принципе горизонт здесь достаточно наверное большой нигде явно не указано сколько они там хранятся там наверное есть ограничения именно по по количеству вот по-моему последние 50 тысяч записей что-то я такое припоминаю то есть здесь уже все зависит от того сколько логов мы нагенерим при выполнении бота а вот еще вопрос возник а ты с поддержкой этого продукта получается общался да ну через тикеты вот да да и вот один тикет ты по-моему рассказывал какой а вообще много приходилось общаться с поддержкой нет немного но как бы ну то что я видел список сам тикетов на тему там что-то ну он там не очень сильно большой вот ну нет у меня не часто приходилось то есть в принципе в этом плане информации какой-то там достаточно для самостоятельной разработки и вот но в плане даже демонстрации вот этой там ну с учетом даже каких-то костылей и прочего то есть ну можно там самим наверное разобраться благо как бы доступ к исходникам их модификации и какой-то документации по API как бы он есть спасибо большое очень интересно было посмотреть вживую Сережа наверное у меня тоже будет вопрос продолжение вопросов Ильи да рассмотрели случай когда робот фактически заменяет собой входной адаптер да и может с лего системой взаимодействовать через пользовательский интерфейс и сформировать некое сообщение в сторону шин типа CPI или API и отправить его как вызов в сервис возможно ли обратная ситуация да когда мы хотим использовать агента как адаптер который работает в режиме ресивер то есть когда шина CPI или API имеет готовый контент который хочет отдать агенту боту и он должен выполнить какие-то действия в интерфейсе системы получателей и импортировать данные туда ну вот мой пример в принципе он про это и был то есть вот это создание в environment API триггера это есть как раз тот случай чтобы когда у нас бот в режиме ресивера находится но он так или иначе всегда как бы в режиме ресивера находится то есть как бы он все зависит от триггера то есть кто его вызывает и в данном случае как раз если мы создаем API триггер то есть вот это вот такое рест сообщения пост его может отправить ну кто угодно это API CPI и здесь может быть любой контекст с которым с данными которые нужно заполнить там и так далее как раз мой пример он как раз про случай с ресивером и есть вот это триггер да спасибо здорово понятно ну с моей стороны наверное тогда тоже все коллеги может быть у кого-то еще будет вопрос серёжа сейчас самое время поднять руку да нет ну в чатике вроде бы тишина тогда наверное давайте закругляться да два часа анонсируй пожалуйста наверное не серёжа спасибо было очень круто очень интересно на самом деле наверное это вот тот объем информации для того чтобы понять принцип работы этого решения его основные сценарии применения его ключевые ограничения да это очень очень круто то есть я не знаю где бы я еще в таком спрессованном варианте максимум информации про это решение узнал и такое видение полное о нем составил спасибо да спасибо спасибо я наверное анонсирую голосом что у нас будет завтра у нас два доклада в 12 часов доклад Михаила Кравчука именно Кравчук оказывается его фамилия произносится и Энгсви Йоха доклад на английском языке по миграции из ПО в CPI и в два часа дня доклад архитектурные аспекты одного общего открытого описания обменов интеграционными сценариями Андрея Олейникова Газпромнефть неожиданно сегодня выяснилось что у нас есть доклад на тему ботов и conversational API Иван Шашурин в четверг готов рассказать как conversational API работает продукт сейчас скопирую его в чат subcai чат-боты в мире sub этот доклад будет в четверг в 13.30 то есть в четверг мы начнем с разработки адаптеров доклад мой а потом доклад Ивана и затем доклад Георгия Шутова по sub кима кима это кубернетис вот и так что неожиданно у нас новые еще боты появятся в агенде слушайте нас хорошая перекличка с докладом Сережи потому что он как раз показывал связку это связанные компоненты ну что ж спасибо большое коллеги за внимание спасибо большое докладчикам еще раз всего доброго и увидимся завтра спасибо всем пока спасибо